Харьков обладает оперным театром. По всем европейским меркам, оперный театр это принадлежность к столичному статусу. То есть, вы понимаете, мы много говорим о Харькове как первой статусе, но один из реальных, реальных, по-настоящему реальных атрибутов столичности является оперный театр. Да, есть определенные проблемы. Бюджетного финансирования. На сегодняшний день планируемая задолженность по зарплате до конца года планируется около 3 миллионов 700 тысяч. Компромисс заключается в том, что если мы уходим на простой, мы убиваем сразу двух зайцев. Первое, мы реализуем грант и второе, мы экономим фонд заработной платы. У нас совпало так, что вынужденный простой, который организован, связанный с тем, что у нас должно быть установлено долгожданное японское оборудование, совпадает с тем необходимостью, которую мы должны будем сокращать финансирование. Хотят это наши сотрудники или не хотят, понятно, что никому не хочется получать меньшую заработную плату, а я подчеркиваю, это уменьшение заработной платы, это не нулевая заработная плата. Вот эта комната, это святая святых наших осветителей. Все мы это заменим на от стола, от стола японского. Это будет управляться таким путьом. Все здесь еще пространство остается для мониторов, которыми помогают художнику по свету быстро сориентироваться, не только смотря на сцену, а на сетку, которая будет на мониторах. Замены фонарей не будет, меняется только управление, поэтому для того, чтобы эти фонари в новых условиях работали адекватно, они нуждаются в регламентных профилактических работах, потому что все, что касается крепежных элементов, штекционных коробок, все остается. Времени у нас очень мало, объем очень большой, поэтому мы проводим эти работы в этой неделе и срок у нас ограничен. До следующей недели мы планируем выполнить основную часть, ну и на следующей неделе, пока будет организация основного процесса проводиться, в день подрядной организации, мы планируем эти работы закончить. Параллельно мы проводим работы по восстановлению балетной фуры, отшлифовали, цены в целом, работы по механизации, нижней механизации, видите, механики занимаются гидравлическим оборудованием. То есть идет весь комплекс работ, мы выполняем все своими силами до начала всех работ, которые будут проводиться уже в день подрядной организации. Цифровое оборудование, которое будет установлено, даст возможность заранее программировать спектакль, прописывать партитуру света и, кроме того, дает возможность, распрепощает руки, дает возможность управлять теми приборами, которые поисковые, будем говорить так, которые освещают на протяжении спектакля солистов, высвечивают или какие-то определенные точки движущиеся. В связи с этим, по стечению обстоятельств, те, которые сложились, мы, отправляя коллектив на простой, имеем экономию по финансам до конца года. Когда меняется постоянно руководство страны, руководство области, когда меняются собственники у предприятия, когда меняются директора театров, когда меняется внутреннее руководство театра, все это тормозит определенные процессы. И все реформы театральные, которые мы сегодня начинаем, которые мы сегодня пытаемся внедрить, для этого нужно время. Поэтому вот тот стратегический план развития, который мы пишем, пишем якобы для себя на 15 лет. И если правоприемник мой, следующий, скажет, да все это, ребята, все это фигня, надо по-другому, то все эти реформы приостанавливаются, и все, кто-то будет начинать сначала. И если не будет консенсуса, если не будет самопонимания коллектива с тем, что делает руководство, конечно же, ни один руководитель этого не достигнет.